Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и третья волна третьего раунда зимнего аукциона принесла две средних тачки на продажу. Это Defender MK1, всеми желанная машина и STG, машина на любителя, но многим заходит. Сейчас обсудим сами ценники, обсудим машины, посмотрим на их броню и обязательно выкатим машины из ангара. Итак, ребят, что за них хотят? Хотят за них 8000 для старта за Defender MK1 и за STG хотят всего лишь 6500 голды. Но выставили на продажу всего 1500 танков, чем разработчики намекают на то, что, ребят, торопитесь, цена и так низкая, поэтому забирайте по стартовой цене. Также стоит отметить, что цена упадет всего на 500 голды по STG и на целую 1000 по Defender уже через 24 часа. Короче говоря, ребят, если говорить о ценниках, то STG однозначно стоит даже своих 6500. Да, не сильно комфортная игра ожидает многих игроков, которые не любят заднее расположение башни и хреновый угол склонения орудия вниз, уж прямо говоря. Но зато, ребят, машина действительно классная в отношении времени сведения, точности орудия. Ну, короче говоря, по орудию там действительно все шикандосно. В частности, сам урон тоже довольно-таки крутой. Что касается Defender MK1, то это всеми желанный барабанный танчик на 8 уровне, который, ну, 8 может он и не стоит, но за 7 его вполне спокойно можно брать после первого же снижения цены. Хотя есть вероятность того, что данная машина и не достоит до 7000, и за 8 ее разберут вполне себе спокойно за отведенное время. Что касается брони, по СТГ брони не так уж и много, но классно то, что машина абсолютно низенького силуэта, крайне приплюснутая, по башне имеет хорошие приведенки и во лбу башни плюс-минус забронированы. Но все-таки эта машина не про танкование, это машина про довольно-таки классную точную стрельбу на дальних расстояниях с просто идеальным временем сведения самого орудия. Что касается Defender, здесь тоже особо похвастаться нечем, не так уж и много брони, в основном неплохо отыгрывается от башни, где имеет хорошую броню во лбу, ну и плюс-минус неплохую приведенку по щекам, которые не такие уж и большие, если маски снять, то здесь, как видите, практически ничего нет. Ну и что касается вот этой вот кепочки верхобашни, то здесь тоже довольно неплохая приведенка, то есть от башни отыгрывать действительно классно. Ну а что касается корпуса, то абсолютно спокойно пробиваемый корпус всеми, кому не лень, как говорится. Что касается технических характеристик, я вывел данные две машины не для того, чтобы их сравнивать между собой, эти машины абсолютно разные и сравнивать их это будет нечестно по отношению к каждому из этих машин, потому что каждая славится чем-то своим. Один славится, как я уже сказал, крутым барабаном со временем перезарядки снарядов внутри самого магазина всего лишь в 2 секунды и бодрым временем перезарядки магазина в целом в 16 копейками в секунду. При этом обладатель альфы вроде бы всего лишь 190 единиц, но если вы умножите на 4 выстрела, то поймете, что за барабан вы выкидываете в районе 760 средней альфы, а это довольно-таки неплохо. Ну а что касается СТГшки, то здесь орудие цикличное, но наносит целых 400 единиц урона за один выстрел. Да, имеет существенное время перезарядки, но все-таки вы понимаете, за что вы расплачиваетесь. В данном случае я имею в виду именно альфу. Что касается подвижности машин, то машины в принципе вполне нормально передвигаются по карте, бодро откатываются назад с скоростью 20 км в час, ну и в целом, я бы сказал, являются вполне себе подвижными тачками, как для средних танков на восьмом уровне. Что касается доходности, то здесь в пользу Defender, но этих 5% поверьте, вы не заметите. Ну а что касается результативности машин, вот здесь уже интересно. При том, что на СТГ играло 562 игрока в последнее время, результат 54,5%. При этом практически 56% результативность у Defender MK1, на котором играло целое 1209 игроков. Это говорит о том, что Defender действительно пользуется популярностью и многие игроки катаются на нем, как я понимаю, получая удовольствие от этого игрового процесса. Что же касается того, что мы можем увидеть по ТТХ, по машинам стоя непосредственно в ангаре, то с установленным оборудованием на СТГ, на котором мы на первом поедем в бой, здесь довольно-таки интересно все получается. С установленным оборудованием на время сведения мы имеем чуть более 2 секунд время сведения. Короче говоря, этого времени сведения вы даже не замечаете. Что касается разброса, то вполне себе приемлемый разброс, хотя порой хочется, чтобы все-таки разброс был поменьше. Но орудие в целом точное, в том числе и на дальних расстояниях. У этого орудия нет высокого ДПМа, всего лишь 1876 единиц. Это связано с тем, что перезаряжается орудие неполных 13 секунд, с учетом того, что здесь оборудование установлено в досылатель. Но, ребят, за каждый выстрел вы закидываете по 400 единиц альфы. И именно в этом фишка данного орудия. Крайне скудный угол склонения орудия вниз, всего лишь минус 5. И многие игроки от этого плюются на СТГ и говорят, что играть прям совсем дискомфортно. Но если вы умеете играть на танках с задним расположением башни, то тогда я не думаю, что это будет вас очень сильно смущать. Вы будете откидывать орудия на борт и, в принципе, будете играть более результативно, нежели просто пытаясь ездить лицом вперед. Ну и, соответственно, точно так же всех выцеливать. Если бы время перезарядки было все-таки побыстрее, то, соответственно, ДПМ был бы повыше. Но, как есть, так есть. Ну что, берем СТГшку, погнали в бой, а потом обсудим с вами Дефендера МК-1. Ну что, друзья, поехали. Нам как раз составляют компанию Дефендер МК-1. Не знаю, игрок приобрел себе его сейчас уже на аукционе за какие-то первые пару минут с момента появления данной машины на продаже. Или он владеет ею давно. Мне почему-то кажется, что он приобрел сейчас ее. Дело в том, что не так уж и часто встречается Дефендер в боях в последнее время. А тут на тебе сразу в первой катке видим Дефендера. С другой стороны, это может быть какой-нибудь такой же игрок, как и я, который снимает какое-нибудь видео про танки. Ну и, соответственно, думает, ничего себе, со мной вместе заехала СТГ. Ну и, скорее всего, думает, что я тоже купил СТГшку сейчас на аукционе. Первый урон 430 единиц. Как видите, без полного сведения абсолютно спокойно влетает в ЛТГ. Ой, господи, ЛТГ, ЛТТБ. Ребят, что вы творите, я понять не могу. Второй урон в 412, итого 850, грубо говоря, урона. Я уже закинул, сделав всего два выстрела. Сделаю сейчас третий выстрел. Будет уже полторуха на моем счету. Ну, короче говоря, если суммировать, то СТГ это, я бы сказал, довольно-таки неплохая тачка. Для тех, кто любит простой плевый средний урон за бой накидывать, ну и таким образом придерживать стату. АМХ Дефендер хулиганит. Сейчас я, походу, могу еще одну плюшку от него получить, если он не ушел на перезарядку. Ну, а если ушел на перезарядку, то, скорее всего, мы его потеряем. Повезло мне. Теперь по времени сведения. Как видите, молниеносное время сведения и просто умопомрачительная точность. Абсолютно спокойно, вне широкую планку нижнего бронелиста СМВ я вполне спокойно только что забросил. Перезарядился. Да, пускай долговато, но крайне быстро бодро свелся. И опять отбросил точно выса третьего. Попал ему в забронированную точку, но так или иначе прилетело именно туда, куда я целился. То, что он там потом довернулся как-то, ну это уже, наверное, больше ко мне вопрос, нежели к СТГ. А вот сейчас совсем не понял, как я мог ему... А, я понял. Я ему выцелил прям стык. Стык его брони, ну и, соответственно, к сожалению, не смог добрать. Так, отходим назад. Время сведения, точность. Ну вот сейчас точность подвела. Зря расхваливал СТГ настолько сильно. Но, ребят, поверьте, орудие действительно очень точное. Сейчас, скорее всего, была такая, знаете, легкая подкруточка от игры для того, чтобы СМВ не было прям совсем обидно отчаливать в ангар. Но, так или иначе, мне кажется, что машину заценить получилось. Что СТГ имеет из плюсов? Это вполне себе бодрая подвижность. Это очень круто, быстро сводящееся орудие. Довольно-таки точное, хотя иногда, как вы видите, подводит. И крайне уронное орудие. Вполне спокойно за бой. Да, этот бой не пример. Но, все-таки, за бой, поверьте, вы вполне спокойно будете накидывать по 2500 урона, даже не замечая этого. Что касается минусов, основной минус этой машины, это угол склонения орудия вниз. Это факт. Ну, и я бы сказал, минус, но не такой уж и огромный, к которому просто необходимо привыкнуть, это время перезарядки орудия. Хотелось бы, чтобы орудие, пускай и с такой шикарной Альфой в 400, перезаряжалось, ну, хотя бы на 2 секунды быстрее. Это не была бы имба, но, все равно, было бы куда комфортнее, куда интереснее. Хотя, с другой стороны, машина бы стала еще более результативной. Рекомендую ли я брать СТГ? Ну, я бы сказал, что да, рекомендую. Машина интересная, машина классная, многим СТ-водам она зайдет. Но, все-таки, не торопитесь, если вы не готовы играть на таком сомнительном углу склонения орудия вниз. Но, при этом, все же, ребят, отметить стоит, что это восьмерка, которую оценивают изначально всего лишь 6500 голды. И, поверьте, любая восьмерка, практически любая восьмерка, стоит 6500, ну, по крайней мере, СТГ точно. Я уже не говорю про какие-то, безусловно, бородатые совсем танки в нашей игре, которым цена там максимум 1300, и никто их брать не хочет. По типу всяких ВЗшек стареньких и соподобных и так далее. Теперь, ребят, переходим к Defender MK1. Defender MK1 более интересная тачка для СТ-водов по нескольким причинам. Ну, во-первых, у него есть бодрый классный барабан, который обладает четырьмя снарядами, и время перезарядки внутри барабана, как я говорил, составляет всего лишь 2 секунды. Это такой себе пулемет. При этом всем вы накидываете по 190 единиц урона, что тоже, кстати, я бы сказал, довольно-таки неплохо. Плюс к тому, вы имеете возможность 4 снаряда отправить в тех товарищей, в которых вы хотите. То есть, вы, в принципе, выбираете себе мишени, и таким образом можете быть более результативны, нежели просто на цикличном орудии. Плюс к тому, стоит отметить, что время перезарядки не такое уж и большое. Вроде бы 16,5 секунд, но играется вполне себе комфортно. При этом невысокий ДПМ, но для барабанного орудия это неудивительно. Фишка барабанного орудия не в ДПМе. Ну, а что касается времени сведения и разброса, да, здесь немножечко в отношении времени сведения хуже по цифре, чем у СТГ. Но играется точно так же. Действительно, очень комфортное время сведения, и, я бы сказал, довольно-таки прикольный разброс и довольно-таки точная пушка. Что касается угла склонения орудия вниз, здесь очень шикарно все с этим показателем. Минус 10. Короче говоря, вы можете отыгрывать практически от любых неровностей. И в этом тоже дополнительный плюс Дефендера, и дополнительный плюс, из-за которого Дефендера все себе, в принципе, машину и хотят. Ну что, поехали, заценим в бою. Итак, ребят, поехали. Поехали вместе со всей командой. Все ринулись на левую сторону карты. Значит, и нам туда дорога. Самостоятельно в бой куда-то рыпаться, ну, не сильно хочется по одной простой причине. Потому что, да, я приеду куда-нибудь вполне себе приятной, бодрой подвижностью. Откидаю свой крутой барабан на 4 снаряда, но потом уйду на перезарядку на 16 секунд. И это не сильно приятное время для Дефендера, если вы находитесь без поддержки своих союзников. Поэтому ничего другого не остается, как кататься рядом со своими союзниками и бодро своим барабаном их поддерживать в борьбе с соперниками. Такс, поехали. Ну, вот первый желающий, отхватить леща. Два снаряда, три снаряда, четыре снаряда. И товарищ, в принципе, пошел отдыхать. Хотя, вроде бы, машина должна была показать себя очень круто. Все-таки 77-й машина не сильно простая. Ну, и, соответственно, сдачи дать может. В данном случае сдачи дать не получилось. То есть, перезарядиться я уже успел, прилетел, отстреливаю через каждые две секунды по снаряду Левчика, прощаемся с Левчиком, даю тычку в СМВ и ухожу опять на перезарядку. Как я говорил, время перезарядки барабана вполне себе приятное. То есть, вроде бы, цифра сама большая, да, там 16,5 секунд, это типа очень много. Но по факту, если вы не будете просто вылазить в лоб, в лоб к своему сопернику, который будет вас отбрасывать, вы вполне спокойно можете перезарядиться и рассчитывать на то, что уже через каких-то, каких-то в данном случае 16 секунд вы опять готовы к бою и опять готовы раздавать по мордасам своим соперникам. За это время наших парочку союзников уже втащили хорошенько, ну и, соответственно, мы играем сейчас 4 на 4. Хотя могли бы сейчас уже претендовать на, на все-таки, ой-ой, не достал, на то, чтобы все-таки быть в большинстве. Ну вот сейчас у меня была необходимость, соответственно, была возможность отбрасывать снаряды в тех ребят, в которых надо. Ну, химера меня подловила в бортину. По бортам, ребят, здесь, как я говорил, брони нет абсолютно никакой. Ну и что касается лобовой брони в корпусе, ее тоже нет. Ну, как видите, понятное дело, что нижний бронелист легко вон пробили. Ну и, соответственно, поверьте, верхний бронелист пробивается точно с такой же легкостью. Досматриваем бой, ребят, смотрим на результаты данного боя. И, несмотря на то, что, в принципе, я не дожил до конца боя, я не сам затащил данную катку, так или иначе, я свой результат в победу внес. Три фрага, я набросал урона, я помогал союзникам тогда, когда нужно было. Мне хватило подвижности абсолютно спокойно закинуться в корму к соперникам и там разобрать левчикам, помочь разобрать СМВ. При этом я приехал, помог добрать Т-77, причем, обратите внимание, я добирал их не с последнего какого-нибудь там своего или с первого снаряда, просто добирал не до битков, а я действительно доразбирал машину. То есть накидывал не один снаряд и не два, а вполне спокойно имел возможность реализовать полностью весь потенциал барабана, ну, чем, в принципе, делал соперникам очень неприятно. Именно за это все дефендеров все себе и хотят. Да я и сам себе хочу дефендеров. Единственное, что я не сильно готов отдавать за него 8000 стартовой цены, за 7 я еще готов рассмотреть, желательно, конечно, за 6, но я думаю, что в комментариях сейчас пойдут комментарии со смехом надо мной, что, мол, типа 6 данная машина потенциально стоить не может, потому что это прям совсем ниже Плинтуса цена. Моя результативность по бою, ребят, с учетом того, что я практически ничего не делал, 2840 единиц урона. Три уничтоженных соперников. Что касается результатов по фарму, то 78000 с учетом активированного премаккаунта. Ну, а что касается моих результатов без премаккаунта, то они будут существенно ниже, но все равно довольно-таки приятные. В минусе вы не будете оставаться. 50300. Ну, давайте будем округлять до 50000. По-моему, довольно-таки неплохой результат в отношении заработка серебра. Ну, а что касается моей результативности по команде, то несмотря на то, что меня вынесли раньше, нежели закончился бой, и потенциально я мог бы еще понакидывать уроном, я бы мог быть на первом месте, но в данном случае с отрывом в 1000 единиц я нахожусь на втором. Хотя, считаю, что для Defender это вполне себе неплохой показатель, хотя, поверьте мне, Defender может гораздо лучше. Главное, в бою прожить подольше, ну и, соответственно, для этого надо не уезжать от своих союзников и быть таким себе СТ-поддержкой, который помогает метелить того, на кого набросились ваши союзники. Я считаю, что самое главное, что я мог сделать для вас, это показать машины такими, какие они есть на самом деле, ничего о них не скрывая, не вырезая никакие бои самые крутые или самые классные. Поэтому, если вы за честность на канале, подписывайтесь на него прямо сейчас. Я побежал снимать следующее видео для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok